Ребят, всем привет! Хочу сделать краткое видео по тому, сколько требует Газель. Сколько требует старая Газель. Владею именно ей я 10 месяцев. Вот так. Ой, блин, согнул что-то. Дополнительное выпрямление 1000 рублей. Короче, здесь я накидал, это я сейчас переписал с телефона, у меня телефон сел. Просто сразу для тех людей, кто меня не знает, у меня есть рубрика на ютубе, сколько можно заработать на Газели, на старенькой Газели. Я каждый день снимаю влоги, показываю, сколько у меня сегодня в копилке, сколько я поработал за сегодняшний день, сколько я заработал маршрут и так далее. А там это, ну, я во всем рассказываю. Сейчас я хотел ответить людям, которые в комментариях, не так много этих людей, но, да я думаю, даже кто не пишет, возможно, задумаются, а сколько, какие траты вообще, потому что про траты же я не рассказываю. Сейчас я расскажу траты, которые именно машина просила. Такие моменты, как спальник, музыка, там, обшивка, все такое, я не буду говорить, потому что можно ездить в любом сарае, если вам хочется, как бы, можете ездить так. Так, начнем с чего? Когда я ее только купил, я сразу же, сразу, как я ее пригнал, я гнал ее с Ульяновска, по пути с Ульяновска. Не свистите, пожалуйста. Короче, гнал ее с Ульяновска, сразу по дороге я купил новые свечи. На свечи мне обошлось 1000 рублей. 1000 плюсуем. После того, как я пригнал ее домой, я сразу же поехал за новую резину. Во-первых, это был ноябрь месяц. Новая резина обошлась с 23 тысячи. У меня стоит Кама всесезонка. В принципе, она отбегала зиму, вообще нормально. Сейчас лето отбегало, передок у меня немного поджирает, но в целом вообще доволен. Далее мы, я поехал в рейс, и она у меня начала перегреваться, короче. Момент. Я там загонял, типа, в сервак, пытался что-то сделать, там, наверное, около 1000 рублей где-то потратил. Пытались там шланг как-то сделать, все коряво, короче, было. Еле как доехал до дома, и мне насчитали 15 250 в сервисе. Это, получается, мне там, типа, снимали головку, шлифовали ее, какие-то еще моменты, там, помпа, не помпа. Короче, все моменты мне насчитали 15 250. Далее я катался вообще, не парился, все было классно, все круто. Мне показалось, что у меня газовое оборудование, а газовое оборудование у меня здесь стоит второе поколение. Я решил загнать там, чтобы мне поднастроили газовое оборудование, поменять фильтр, которого даже здесь не было, короче. Но там вот я написал мне, потому что я помню то, что мне обошлось, там, я не знаю, до 1000 рублей, короче. Я написал 1000, просто я помню то, что у меня дешевле 1000 даже это все обошлось. Далее вот, исходя из чего я вообще решил этот видеоролик записывать, потому что машинка сейчас уже просит ремонта, и на понедельник я записался в сервис. Но до этого сервиса, получается, я вчера ее забрал, менял. Поставили новые дворники, поставили новую трапецию, моторчик. Все это у меня обошлось в 8500. Шланг топливный, там, что-то потресканное, ну, как бы, его можно было и не менять, но я уже увидел, что он потресканный, поэтому лучше сразу поменять там. Шланг, фильтр, моторчик дворников, насос, который надо брызгать, по проводке немного еще в салоне. Ну, короче, у меня обошлось в 8500 это все. Далее, до этого я тоже так же видео снимал, я показывал, я купил свечи, 600 рублей как бы. Ну, давайте их тоже туда посчитаем. 600 рублей свечи. Так, плюс еще около 3000, мне обошлось, получается, тормозной цилиндр и щиток задний тормозной. Я тоже снимал во влоге, это все, кто мои влоги смотрит, все знают. Плюс, плюсуем еще 30. Ой, 30, 3000, оговорочка. Так, итого я посчитал, вышло 29,350, это на 10 месяцев. 2935 получается амортизация машины на один месяц была. Вот такая вот тема. Если б я ее там не перегрел, исходя из того, насколько я так понял, насколько мне сказали, что я перегрелся, честно в сервак не приезжал, то есть это было на шарах. Могли, могли и обмануть, но я не знаю, надеюсь, меня не обманули там. В общем, вышло, ну вот, 30-ка, это за 10 месяцев она у меня. То есть, по идее, это как таковое, она у меня особо не просила тютьфу. Буду, получается, в понедельник загонять машину. Видели эти хлопки? Я сейчас видео ставлю, когда она у меня стреляла, короче. Пацаны, всем здорово, сейчас покажу, что такое хасанатор на Газели. Короче, втыкаем первую и слушаем хорошие отстрелочки. Ну, блядь, под капотом взорвалось. Ну, ладно, давай, с пушака. Газель просто бомба, честно говоря. Вот с этими отстрелами нужно решить вопрос. Сегодня я ездил, думал, купить, просто на шару попробовать купить катушки. А, и сейчас еще бензосос, скорее всего, подозрение на то, что бензосос у меня еще умер. Если бензосос, то еще 3000 сверху, но пока не считаю. Короче, ребят, пишите в комментарии, если такая тема заходит, о том, что я буду вам рассказывать еще в дополнительном ролике траты свои, допустим, по истечению там полугода или там пяти месяцев, или могу каждые поломки там какие-то записывать отдельные ролики и снимать затраты. Если это вам зайдет, то давайте я буду так делать. А все, кто не подписан на меня, ребят, подписывайтесь. Рубрика, сколько можно заработать на этой малышке. Опа, опять я подумал. Рубрика, сколько можно заработать на этой малышке. Также покраска, это я, короче, сам ее в деревне красил. Ну, мятина, не мятина, все дела, короче. То, что она была плохо отшпаклевана, но я на это все сделал. Главное, у меня сейчас нету рыжиков. То есть машина уже сколько, месяца полтора лезет, да? После того, как покрасила? Месяц, наверное. Сколько? Месяц, наверное. Месяц, вот Настя говорит месяца. Я посмотрю еще по этим, по видеороликам, где я был. Короче, в принципе, за месяц еще ничего не рыжиков, ничего не повыльзал. Если кто-то обнаружил рыжиков, пишите в комментариях. Все, ребят, всем пока. Всем спасибо за лайк и подписку.